Вокруг меня как будто очень тихо, но на деле украинская столица действительно находится в боевом режиме и действительно в боевом настроении. То, что за пять дней войны российские войска так и не вошли в Киев, все, с кем я здесь разговаривала, уже считают победой. Мобилизация населения полная. Люди день за днем записываются в призывные пункты территориальной обороны, и я лично это наблюдала. Я видела очереди, а те, кто не записывается, готовы помочь армии любым возможным способом. Люди собирают продукты, деньги, сдают кровь, изготавливают на дому бутылки с зажигательной смесью. Это импровизированное оружие. Я видела, как добровольцы помогали солдатам возводить баррикады по всему городу, как открываются контрольно-пропускные пункты. Атмосфера довольно нервная. В какой-то момент на меня навели оружие, пока не проверили документы и не разобрались, кто я. И это можно понять. В городе то и дело вспыхивают уличные бои между жителями и неидентифицированными российскими группировками, проводящими диверсионные операции. Причем порой такие столкновения смертельно опасны. Есть убитые, среди них дети. Так что градус напряжения действительно велик. Но так или иначе, люди здесь полны решимости не сдавать ни пяди города российским войскам. Валерия Гориа, в Киеве, в Евро-Ньюс.